С недавнего времени, пантюркисты взялись за рекламу какого-то мифического турана, в который я лично абсолютно не верю, по причине того, что ни один президент тюркской независимой азиатской страны не захочет стать марионеткой турка и терять свою абсолютную власть в своей маленькой стране. Ведь каждый народ стремится к независимости, а тут получается совсем наоборот. Поэтому реально видится только какой-то военный союз, но не государство на карте мира. Что касается лесгинского народа, на сегодняшний день 50% лесгинского народа находится под тюркской оккупацией, где постоянно внушают девиз «Бирмилет и Кидивлет», очередной лицеймерии азербайджанских радикалов. Когда им указывают на их подлую политику и пропаганду, то они поют о том, что их страна многонациональная, многоконфессиональная, все братские, дружные и прочее. Но если у вас проживает много народов, то почему тогда вы говорите «Бирмилет и Кидовлет»? У вас проживает десяток не тюркских народов, а какое они имеют отношение к Турции и туркам вообще? После создания этой фальшивой страны, доля тюрков составляла чуть больше половины от общего населения. Сегодня же более 90. Очевидно, что предпринимается попытка полной ассимилицеи и фальсификации переписи. Благо, что под таким давлением находится лишь половина лесгинского народа. Дагестанские же лесгины имеют полное развитие и свободу национального слова, открытие национальных заведений, распространение национальной атрибутики и всего прочего, что связано с самосознанием народа. Именно благодаря дагестанской стороне, лесгины Азербайджана, глядя на собратьев, сохраняют каплю самосознания, благодаря интернет-пространству. А вы теперь представьте, что будет с будущим лесгинского народа, если под тюркскую оккупацию попадет и вторая часть лесгинского народа, которая проживает в Дагестане. Это полный запрет на самоопределение, полный запрет на язык, на историю, на национальные интересы, на национальное самосознание, на запрет чего-либо упоминания лесгин и лесгинское. Так как лесгины не имеют никакого субъекта на сегодняшний день, ни округа, ни автономии, ни республики, ничего. В отличие от других народов Кавказа, лесгины просто растворятся в большом тюркском котле. Северные лесгины никогда в жизни не согласятся быть интегрированы в тюркское общество, потому что тюркская фашистская идеология, антиисламская лицемерная масса, которая не уважает права других народов, несмотря на то, что они тоже мусульмане. Пантюркизм — это самый настоящий фашизм и враг ислама. Лесгинскому народу не по пути с пантюркизмом, это сравнимо с небом и землей. Цель и задачи лесгин заключается в том, чтобы декупировать, освободить Южный Лесгистан, уничтожить лесгин и лесгинскую границу и объединить лесгинские земли в отдельный субъект, в лесгинскую республику. Более реально видится этот субъект, лесгинская республика вместе с остальными республиками Северного Кавказа в составе Российской Федерации, для укрепления и стабильности республики, а уже дальнейшая судьба приведет к полной независимости. Итак, подводя итог, можно сказать, что лесгинский народ в Туране — это категорически нет, лесгинский народ прольет кровь, но не войдет в состав Турана или иного тюркского образования. Лесгины не имеют своего субъекта, чтобы куда-то входить или куда-то внедряться. А если нет субъекта, значит нет ни институтов, никаких национальных программ и прочих инструментов для развития народа. Народ без субъекта — это просто кучка серой массы. Поэтому долг каждого лесгина — это направить свои силы для создания единого национального лесгинского субъекта для самосохранения нации.